По радио сказали, что ужинается сильный дождь, и тем, кто собирается в дорогу, предложили взять с собой подеяло, утеплитель, фонарик, трос, запасное колесо, теп, лопату. В маршрутке я выглядел как идиот. Подписываемся и слушаем дальше. Ну, рассказывай, как дело было? Вот значит, иду я вечером и усворачиваю в узкий проулок, а там лошадь лежит. Я хотел опойти её справа, не пройти, слева тоже. Решил перешагнуть, и тут её как понесёт. Спасибо участковому, что установил лошадь. А то ведь неизвестно, куда бы она меня увезла. Из объяснительной прапорщика. В автобусе было жарко. Я хотел купить две бутылки минералки. Минералки не было. Поэтому я купил две бутылки водки. Да, с этим не поспоришь. Кто как работает, тот так и отдыхает. Ты хочешь сказать, что в Европе лучше всех работают русские, а хуже всех немцы? Лейтенанту дали задание мобилизовать трёх человек на опасное задание. Лейтенант построил и говорит, мне нужны три человека. Задание опасное, поэтому нужны люди, которые у меня не занимали. Иногда мне кажется, что я тебе не ровня. Вот этот уверенный взгляд через тёмные очки, фирменный костюм, многозначительное молчание. Петрович, не отвлекайся от сварки. Иначе опять норму не выполним. Внимание мошенникам! Если строители, которых вы нанимаете, не критикуют работу их предшественников, то гоните их шею. Это никакие не строители. Дед Петлюха, что вы думаете о любви с первого взгляда? Это изумительная штука. Страшно экономит время. Учёными доказано, что наши предки во время солнечных садмений выползали из своих пещер, произносили нечленораздельные звуки и пытались фотографировать на мобильник солнечные садмения. А самые глупые на вспышку. Подписываемся, кликаем на колокольчик. 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 Подписываемся, кликаем на колокольчик.